Всем привет! У меня в центре внимания бюджетный сегмент. Настойка горькая, чистая река. Напиток популярный, распространенный, но это не точно. Открываем. Затрудняюсь сказать, чем пахнет. Чем-то пахнет, а чем? Понять не могу. Ладно, потом разберемся. Ведь в Ледно жить страшно, и все мы там будем. Братюня, тебе огромное спасибо за подгон. Что-то, мне кажется, для настойки вкуса маловато. Горчиночка хлебненькая, есть, немножко сладости. После вкусия, ну, достаточно быстро проходит. Так, у нас тут немножко стало прохладнее, и в коем веке я сделал нормальную запусть. Картошечка. Грудинку пожарил. Лучка. Поджарил. Ну, огурчик, помидорчик. Да, кстати, не жесткая. Ну, 35 градусов, если бы еще 35 градусов, она была бы жестью, то, извините, в окно. Вот горчинка чувствуется. Спиртик чуть-чуть послевкусие. Немножко сладости. Ну, в основном, вот горчинка, пригоревшая хлебная какая-то корочка. А теперь давайте смотреть и изучать все это великолепие уродства. Потому что бутылка выглядит, мягко говоря, херово. Такой бомж-вариант, на самом деле. Не, конечно, можно было сделать в образе, но что-то бомж-обзоры как-то никто не смотрит. Пишите в комментариях, если хотите бомж-обзор. Будет много комментариев. Придумаю чего-нибудь. Чистая река, чистая река, настолько горькая, объем 0,5, крепость 35. Все на русском. И здесь экстра-квалити на английском. Это выбивается из общей массы буковок. Особенно так смешно звучит экстра-квалити на вот этом всем. Ну, что это такое? Юмористы. Читаем дальше. Здесь у нас все для зорких соколов. Состав. Вода питьевая. Исправлено. Спирт-люкс. Ароматный спирт. Сухари ржаных. Итмина. Мед натуральный. Настой спиртованных хлеба. Заварного. Ржаного. Если я правильно прочитал, потому что это тяжело. Далее. Возможна индивидуальная непереносимость ингредиентов состава. Я могу сказать, что у меня индивидуальная непереносимость к таким этикеткам. Потому что это что такое? Вы еще меньше могли? Ну, как так? Ну, сэкономили. Вот сэкономили, да? Это кошмарно. Производитель. Ярославский ликвировочный завод Ярославль. Крайне современный дизайн. Интересная бутылка. Отличная подача. Экстра квалити. Ладно. Ну, в целом, нормально. Я, конечно, представляю, что многие начнут возмущаться. Дескать, 35 градусов. Не доложили, не довезли. Но здесь и цена. Забегая вперед, могу сказать, что она меньше, чем МРЦ у водки. Поэтому сделали 35. Хотя лучше бы сделали нормальную этикеточку сзади. Вкуса чуть-чуть бы доложили. И было бы... Но это уже совершенно другая история. Так, но немножко важной информации. Помимо того, что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите на бусте и так далее и тому подобное. Обязательно подпишитесь на группу ВК. Есть дзен. Много чего еще есть. Это так, на всякий случай, потому что тучи сгущаются, чтобы не потеряться. В общем, в дальнейшем. Ну, уже порядочно распробовав данную настойку, что могу отметить? К мягкости вообще придираться не буду. Горчиночка хлебно-сухариная в наличии. Сладость метка чувствуется. Может быть, кстати, даже ее бы поменьше сделай. Потому что такой переливчик этот идет. Из горького в сладость мы впадаем. Послевкусие неплохое в целом, но недолгое. Лично мне бы хотелось вкусовой составляющей побольше. Хотя для такого бомжика сойдет. Но, как все настойки, вещь на любителя. Хоть перцовки, хоть сосновки, хоть зубровки, хоть бобровки, хоть котовки. Они все крайне специфичны. Поэтому кому-то зайдет, кому-то нет. Все, идем по итогам. Ой, ой, ой. Потому что я больше ничего нового здесь рассказать не смогу. Кроме того, что пытался найти что-нибудь интересное про нее в этих ваших интернетах. Ни хрена не нашел. И на сайте тоже Ярославского не нашел. Ничего. А так вот, в целом, мне данный концепт чем-то напомнил настойку от русской валюты. Когда была водка, потом сделали настойку, по-моему, тоже 35 градусов. Вот сходное ощущение. Там тоже она была, лично по мне, так немножко пустовато. Хотелось вкуса побольше. Здесь у меня такое же ощущение. А теперь о важном. Ценник у данной настойки 271 рубль. Сегодня как раз-таки посмотрел. То есть, меньше, чем самая дешевая водка. Это, конечно же, несомненно, плюс. Где продается Бристоль? Бристоль. Это я попросил своего дорогого брата. Он привез мне тут ряд напитчиков из Бристоля. И теперь я разгребаю все это наследство. Поэтому, братан, тебе большое-большое-большое спасибо. Что по вкусу? Горчиночка в наличии? В наличии. Не жесть? Не жесть. Медок чувствуется? Да. Послевкусие? Недолгое. Недолгое. В принципе, в принципе, в целом. Если, допустим, вкус был бы более-более насыщенный. Более такой, ну, можно сказать, ядреный, термоядерный. Вот так вот было бы. Вот просто вот так. А пока, ну, не вот так. На этом и закончим. И да, забыл сказать, что это только мое мнение. Своё напишите в комментариях. Всё. За вас и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...